В Руднянской школе встречали 1 сентября в полном комплекте. 21 первоклассник впервые переступил порог школы. А всего 144 ученика в этом году сядут за школьные парты. Отдохнувшие, загорелые, соскучившиеся друг по другу. Да и что скрывать, отвыкшие от режима. Три месяца жили исключительно по летнему расписанию. Теперь им предстоит по-новому привыкать к школьным будням. А школьные будни – это тяжелый, но увлекательный микс. Уроки, перемены, конкурсы, экскурсии. Член Совета Республики, руководитель софоскомбината «Заря». Она, кстати, шеф Руднянской школы отметил. В политике Беларуси образование в приоритете. Для учебы созданы все условия, ведь образование – фундамент государства. Вспомнил Олег Михайлович и свой первый класс. В школу пошел на Гродненщине. Уверен, белорусское образование взяло все лучшее из сильного советского. Сейчас, наверное, мы где-то к чему-то так вот и возвращаемся, наверное, в последние годы к тем вот нашим советским временам, где действительно уделялось внимание, ответственность какая-то школе, уважение к учителям. И ты задумываешься, наверное, что это действительно были такие самые лучшие годы в жизни, то есть такие, можно сказать, беззаботные. Все, наоборот, заботятся о тебе. Поэтому, а дальше уже, конечно, надо определяться в жизни и, как я сказал, приносить пользу нашему государству. Учеба, труд. На линейке наградили лучших грамот и благодарности за победы на конкурсах и активную общественную жизнь. Но все внимание в этот день к первоклашкам. Им подарки слова напутствий от одиннадцатиклассников, первоучительницы, от родителей. А в ответ обещание быть лучше всех, конечно же, в наивных искренних стихах. Перед нами все путетки, все дороги впереди у нас. Мы когда-то стали им знаменитыми, но пока мы только в первый класс. И пока нам надо лишь учиться, чтобы тайны мира открывать, неизвестному стеремься, чтобы оно могло известным стать. Линейка в Руднянской школе немногим отличалась от других. Те же нарядные ученики, тревожные ожидания в глазах первоклашек, уверенность у выпускников, настрой на плодотворную работу у педагогов. Как директорами они, может, не радуют наступление сегодняшнего дня, потому что это поистине один из самых главных праздников в жизни каждого человека, так как школа – это центр, который дает детям знания, учит их быть людьми, готовит их будущие жизни. Поэтому самое главное – это праздник 1 сентября. Традиционно первый звонок всех позвал за парты. Впереди новый учебный год, который во многом похож на всеми любимый Новый год. На нем принято загадывать желания. Наверняка родители этих, пока еще не совсем понимающих, что их ждет малышей, желания уже загадали. Только вот исполнение желаний, безусловно, будет зависеть от старания и усердия их детей. Светлана Грудько, Юрий Горобец, Телеканал Мозырь.